Продлить мораторий на проверки предпринимателей еще на год предложили депутаты. По мнению Аскара Садыкова, действия запрета также нужно распространить и на субъекты среднего бизнеса. Он считает, что эти практически лишены мер поддержки. По этой причине даже успешные малые предприятия не хотят расширяться. Благодаря мораторию бизнесмены смогли набрать обороты после пандемии. Если в 2019 году малый и микробизнес проверяли больше 128 тысяч раз, то в 2020 в пять раз меньше. В связи с приближающим сроком истечения моратория предприниматели выражают обеспокоенность о важном возврате тех времен, когда контролирующие органы буквально кошмарили своими проверками. В этой связи депутатская фракция Ахжол предлагает рассмотреть вопрос о продлении моратория на проверки предпринимателей на 2024 год. Государственная налоговая служба Кыргызской республики запустила мобильное приложение Салык. Приложение представляет собой мобильную версию личного кабинета налогоплательщика. Сервис был введен в действие в рамках реализации указа президента о мерах по дальнейшему совершенствованию цифровой трансформации в сфере государственного управления, проекта цифровизации налоговых процедур Smart Salim, а также в целях упрощения процесса взаимодействия предпринимателей с налоговыми органами. Российские карты МИР теперь можно использовать на Кубе, сообщила Пресс-служба национальной системы платежных карт. Таким образом, россияне могут расплачиваться картами МИР в кубинских магазинах, отелях и ресторанах. Географию использования карт продолжают расширять, подчеркнул гендиректор платежной системы. Цена биткоина впервые за полтора года превысила отметку в 40 тысяч долларов. Эксперты объявляют рост энтузиазмом, вызванным снижением процентных ставок в США, а также ожиданиями одобрения биткоин-фондов на американском фондовом рынке. За последний год крупнейший цифровой актив восстановился примерно на 130% после обвала криптовалют в 2022. Тем не менее, цена биткоина по-прежнему ниже своего рекордного максимума – 69 тысяч долларов. Швеция и США подпишут соглашение о военном сотрудничестве. Об этом заявили министры обороны двух стран во время переговора в Вашингтоне. Новое соглашение направлено на укрепление военных союзов скандинавской страны, сообщает глава шведского Минобороны. Соответствующий документ вступит в силу после его одобрения шведским парламентом. По соглашению США будет иметь условия для хранения военной техники, включая боевые машины, боеприпасы и системы вооружения. Американцы также получат доступ к некоторым шведским военным базам. Сегодня мы собираемся подписать соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Мы будем продолжать учиться друг у друга, вместе наращивать наш оборонный потенциал и укреплять его. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok